Крепление клапана к коллектору болты торг со шрифтом посередине. У меня сейчас таких нету, поэтому у меня временно загвоздка, поеду покупать такой инструмент, пока сниму вот этот фиксатор стопор и его же потом поставлю на место. Хорошо есть крючки для радиаторов, удобно поддевать такие патрубки. Раз аккуратненько прошелся, и все, он практически освобожден. Все, сошел. Открутить-то я могу, вот я попробовал один болт, он идет, но я не хочу их царапать. Поэтому еду за инструментом. Вот такие там стоят пятилучевые торгсы, не шестилучевые. Поехал на автоделы, взял, нашел только вот такое, номер 39838. Стоит там TS-30. Вот такая пятилучевая штучка. Но перед этим я купил Форс, шестилучевых с отверстием. Вот такой вот набор взял тоже торгсов. Ну, возвращать уже не стал, потому что все равно где-нибудь пригодится. Он также вот с отверстием. Ну, конечно, качество Форс и автодела тут близко не ходить, да и цена. Этот комплект 2000 рублей стоит, номер 4222. А вот этот маленький стоит 500 рублей. Ну и открутил я три винта. Вот таких вот. В принципе, их можно заменить, но с другой стороны, если уже ключ приобрел, что их менять? Пусть остаются. Нижний открутить не могу, мешает сама дроссельная заслонка. Откручиваю датчик с дросселя. Я его уже ослабил, снимаю. Тоже грязненький, помою его. Для чего я его снял? Чтобы открутить вот этот саморез. Торкс Т30 обычный. Его откручиваю полностью. А вот здесь, вот я его ослабил. Меленько обратно подкручу. И вот с этой стороны мы его ослабляем. Также снизу ослабляем хомут на патрубке. Как я и говорил, там он был не затянут, слабенько подтянут. И с него подкидывало масло. Подтеки при замене масла в двигателе. Делал, увидел на патрубке подтеки. Сдвигаю дроссель. И снимаю его с патрубка. Вот сам дроссель. Конечно, грязь присутствует. Вот отсюда и подтекал. Хомут был не зажатый. Вон, видно, свежее масло. Помою. Сниму этот патрубок. И уже зажму его при сборке нормально. Накину на патрубок тряпку. Закрою. Чтоб ничего туда не уронить. И все. У меня остается открутить третий винт. Сейчас дроссель уже не мешает. Я спокойно к нему подлажу. Патрубок тряпку. 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 попробовал снять не снимается сидит жестко давай смотреть подложил зеркало и вот снизу вот и если резкость наведется видно болт головка на 10 возле разъема я его открутил и теперь можно снять уже не хотел коллектор снимать но судя вот по такому нагару я все-таки сниму пускной коллектор и его тоже промою раз уже это делается за одно сразу свечи поменяем так что вот так вот снимаю обратку с форсунок как она у нас тут снимается а вот этот средний фиксатор поднимается вверх поднимается с форсунки все теперь откручиваем коллектор вот эту трубку я пока трогать не буду снимаем вот этого трубка которая идет вакуумного она здесь снизу шлангом одета на вакуум вот снял ее все отвел в сторону не мешает вот это будет не будет мешать пока не знаю но пока я не трогаю так шланги тоже сниму чтоб они были подвижные были сильно их не гнем можно будет снять ну вроде бы все вот я не вижу только сколько болтов здесь идет что-то здесь я мало вижу пока вот эти четыре откручиваю буду шевелить а дальше буду уже смотреть еще есть головка на 8 ну вроде все шевелится до конца не вылазит так ну у нас еще что-то держит откручиваем четыре болта головка на 13 вот этот кронштейн если посмотреть по зеркалу он у нас перекрывает коллектор не не даст ему выйти и открутить открутил теперь вытаскиваю его вот раз два три четыре болта и убираем снизу у нас на коллекторе сейчас поверну вот два болта один вот он болтик на 8 вот видно свечку вот у нас свеча с наконечника вторую свечку и дальше у нас кронштейн и там у нас еще дальше еще один должен быть болт но это мы уже его будем с этой стороны искать а вон что его искать вон он болт откручиваем два этих болта странно а болты не затянут вот этот нижний он тоже не вытаскивается но он не затянут через зеркало работаю вот этот подтянут да этот подтянут нормально вот еще болт вот я его открутил и все у нас коллектор задышал а теперь его потихонечку отсюда выводим что то у нас держит его держит у нас еще один шланг на вакууме все вот держал этот шланг потом будем ставить так же его не забываем поставить а с другой стороны можно открутить что я и сделаю я откручу вот этих два болта потому что этот шланг будет ставить неудобно этот сверху который я снял я его за виду поставлю а этот поставлю на месте ну и если посмотреть в каком состоянии впускной коллектор он весь грязный силиконовые уплотнители новые не брал поставлю на этих сниму их промою силиконом побрызгаю и установлю на место раз два три четыре пять шесть семь болтов у нас крепят коллектор ну а теперь вот они наши свечи снимаем толпачки просто влево вправо поворачиваем и стягиваем плотные косяки плотные косяки с головки проводку выдергивать не буду здесь сейчас навожу марафет сначала закрою каналы помою продую а уже потом буду выкручивать свечи так у недорогие на в в в в в в в Чищу Помыл здесь проводку. Я отсоединил разъем. Вот он находится. Убрал, чтобы ее сильно не мочить очистителем. Также продул все и помыл саму проводку. Беру головку на 10. Удлиненная головка. И пробую свечи. Отлично! Свеча спокойно выкрутилась. Пробую вторую. Отлично! Свеча спокойно выкрутилась. Пробую третью. Отлично! Свеча спокойно выкрутилась. И свечи видно рабочие. Не раздутые, ничего. И вот этот нагар говорит о том, что она работала нормально. И четвертую. И четвертую. Свеча спокойно выкрутилась. Отлично! Вокруг я все обдул. Сейчас продуваю именно резьбу. Беру новые свечи. Беру новые свечи. Новые свечи оригинальные. ЛР-022-300. Свечи старые. Сейчас. Старые свечи 5-вольтовые. Старые свечи 5-вольтовые. С напылением. И еще я их помажу керамической пастой. Вот керамическая паста. 26712 номер. Смазка для инжекторов. И свечей накаливания. Препятствующая образованию коррозии. Вот такая беленькая. Что я буду делать? Я не попадая на эту часть на конус. Наношу пасту. И наживляю. Посмотрел момент затяжки в двух местах. В одном пишут 6 Нм. В другом пишут 10 Нм. Затяну 8 Нм. Хотя сначала затяну от руки. Как я открутил с тем же усилием. Почувствую. А потом проверю Динамо. Сколько будет усилий. Пожевец. Используйтесь керамическая паста. Сколько будет усилий. Субтитры сделал DimaTorzok Если бы все свечи так откручивались на всех двигателях, это было бы просто шоколадно, не было бы у людей проблем. Со свечами накала. Конус не трогаю. Подтягиваю сначала от руки. Поставил 8 ньютон-метров. Что-то боюсь, я 8 вернусь, я на 6. Поставлю 7 ньютон-метров. 7 ньютон-метров. Оставляю на 7 ньютон-метров. И затянуто было не сильно. Вот тот, который у нас выступил. Не герметик, а паста. Я ее оставляю, не трогаю. Теперь одеваю проводку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...